Всем привет! Сегодня на уроке мы продолжаем изучать Jetpack Compose и сегодня мы посмотрим как можно создать вот такое простенькое выдвижное меню. Но оно у меня вообще совсем простое, здесь есть только header и список. Главное чтобы вы поняли как все это работает. Дальше разметка внутри этого меню создается таким же образом как мы создаем экраны с помощью Jetpack Compose. То есть там ничего особенного нет. Вы сами настраиваете то что хотите увидеть в вашем header и в меню. Но здесь обычно идет Lazy Column и у нас идет список с элементами из меню. При нажатии на эти элементы что-то происходит. Открываем какой-нибудь экран и так далее. А в header есть какая-нибудь информация. Могут быть картинки, текст и так далее. Я просто показал здесь таким вот образом чтобы вы понимали как все это работает. Открываем это меню при нажатии вот на эту кнопку. Хотя мы можем открывать его при нажатии на любую кнопку. Но обычно делается при нажатии вот на эту кнопку. Видите? А закрываем либо при нажатии на один из элементов. Но здесь мы не будем обрабатывать это. Это уже отдельная тема. Либо просто как шторку закрываем. Вот и все. Так ну все. Давайте сразу приступим к делу. Весь код урока найдете у меня на веб-странице. Ссылка находится в описании к этому видео. Так. Мы будем продолжать работать над тем же проектом на котором мы работали. Потому что у нас уже здесь есть TopUpBar. В принципе у нас уже практически все есть. Потому что для того чтобы открыть драйвер нам понадобится CoroutineScope, который у нас уже есть. И нам понадобится ScaffoldState. Он тоже у нас есть. Мы все это использовали для того чтобы открывать SnackBar. Для драйвер меню то же самое используется. ScaffoldState и CoroutineScope. ScaffoldState нам нужно обязательно передать в Scaffold. Контейнер, где мы будем открывать драйвер меню. Потому что драйвер меню открывается внутри контейнера Scaffold. Но у нас уже все передано. Поэтому нам уже этого делать не нужно. Но если вы делаете это без SnackBar, к примеру, и это еще не добавили. То вам обязательно понадобится CoroutineScope и ScaffoldState. Сейчас вы увидите зачем. Так. Ну давайте создадим простенькую разметку, которую я вам показывал. Создадим отдельный файл наверное. New KotlinClassFile. И назовем его к примеру DriverNavigation. Все. DriverNavigation. И здесь у нас будет функция. Это будет Composable. Так. Composable функция. И назовем ее, конечно, по-другому. Это у нас будет, к примеру, DriverHeader. Все. Ну и давайте здесь создадим простую разметку. Здесь у нас будет Column. Вдруг мы захочем еще что-либо добавить на одном из уроков. Возьмем модификатор. И укажем, чтобы у нас была по всей ширине. Modifier.FillMaxWidt. Так. Enter. И еще сделаем, чтобы у нас по высоте было определенного размера. Так. Выбираем Height. То есть высота. Ну не знаю. Давайте сделаем 170 dp, к примеру. Я думаю, так будет нормально выглядеть. Alt-Enter. Пока что фон не добавляем. Мы его после добавим. Все. Я вот здесь в ColumnScope. Мы можем добавлять все, что хотим. Я пока что просто добавлю текст. Возможно, на одном из уроков захотим еще что-либо добавить. Но пока что нам этого хватит. В тексте у нас будет просто Header. И теперь давайте выберем еще размер текста, чтобы у нас был побольше. Это будет у нас FontSize. Ну давайте сделаем 20 SP. Импортируем SP. Alt-Enter. Готово. Так. Все. Драйвер Header мы сделали. Если что-то нужно будет подправить, то уже после подправим. Теперь давайте создадим основной контент, где у нас пойдет сам список. Создаем еще одну функцию Composable. И это у нас будет функция, которую мы назовем Driver Body. Видите, мы делаем обычную разметку, как мы делаем для экранов. Jetpack Compose все таким образом делается. Все. Поэтому в Driver Body мы передаем просто Lazy Column. В контент у нас ничего не будет. Добавляем сюда модификатор. Modifier. Это у нас будет Modifier.FillMaxWid. Сделаем, чтобы наш список был по всей ширине этого Driver Menu. Открываем, закрываем фигурные скобки. И здесь у нас пойдут Items. Как мы работаем всегда с Lazy Column, мы можем сделать свою собственную разметку. Но я здесь буду делать все по-простому. Создам 5 айтемов. Про это я уже рассказывал. То есть я могу передать число, и мне создаться только элементов. А элементы у меня будут... Это просто будет текст, в котором я напишу что-либо. К примеру, напишу Item... Нет, меню Item. И указываем знак доллара, чтобы вставить сюда It. Это и будет наш индекс, который запускается. То есть у нас же будет запускаться 5 раз. Значит будет запускаться 1, 2, 3, 4, 5. И каждый раз будет выдавать этот индекс. Вот здесь написано It. Это Integer. Все. Поэтому я его всегда передаю. Так что у меня будут разные. Меню Item 1, 2, 3, 4 и так далее. Как вы видите здесь. 0, 1, 2, 3, 4. То есть 5 элементов. Все. Текст, в принципе, мы можем ему еще указать отступы. Иначе будет некрасиво выглядеть. Но вы здесь можете настроить как хотите. Modifier. Это у нас будет Modifier Padding. Точка Padding. Выберу 10 dp. Так, не из p, а dp. Так, все отлично. Настроили мы Body. Настроили Lazy Column. Самым простым способом. И все. Теперь мы можем возвращаться в MainActivity и использовать это все в нашем Scaffold. Вы помните, мы, к примеру, когда хотели сделать свой собственный SnackBar, мы брали SnackBar Host. И здесь его изменяли. Когда мы хотели добавить TopBar, мы брали у Scaffold контейнера TopBar контейнер. И сюда передавали это все. А теперь в самый конец идем, где у нас заканчивается TopBar. Вот здесь, видите, показывает. TopBar здесь заканчивается. Все. Это у нас контейнер Scaffold. Запятая. А здесь у нас еще есть DriverContent. Все, видите? То же самое, как мы передавали, к примеру, TopBar. А вот сюда у нас идет DriverContent. Если вы посмотрите внимательно, здесь написано Column Scope. Вот здесь вот. То есть DriverContent. Это контейнер, который выдвигается. И это Column. А вы знаете, как у нас работает Column. То есть в Column все элементы, которые добавляем, идут друг за другом по вертикали. Поэтому сначала добавляем Header. Это у нас будет DriverHeader. Ну, в моем случае. Вы, конечно, настраивайте, как хотите. Просто нужно знать это. И дальше идет DriverBody. Где у нас пойдет список. Вот и все. Остается только открыть. Как мы открываем? Нам, опять же, нужно будет запускать CurtinScope. Таким же образом, как мы открываем наш SnackBar. Мы его открываем в Крутине. Берем CurtinScope. Launch. Поэтому, когда вы используете Driver, вам нужна будет Крутина. CurtinScope. Видите, мы делаем Remember, CurtinScope. И ScaffoldState, который мы уже сразу передали в ScaffoldContainer. Вот сюда, видите. ScaffoldState. Это ScaffoldState. Значит, мы сможем уже открывать Driver, который есть в этом ScaffoldContainer. Но он там пустой. Но мы уже туда передали, что в нем будет. В нем будет DriverHeader и DriverBody. Остается его открывать при нажатии, допустим, на кнопку NavigationIcon. Это и есть наше меню. Видите? Убираем теперь сообщение Toast. Запускаем Крутину. Это все нужно запускать в Крутине, как я уже сказал. Точка, Launch. Все. И в Launch вот здесь мы просто-напросто берем ScaffoldState. Таким же образом, как мы запускали наш SnackBar. Видите? Только мы брали ScaffoldState. SnackBarHostState. ShowSnackBar. А здесь у нас будет ScaffoldState. DriverState. Практически то же самое, как со SnackBar. Пишем DriverState. И у нас здесь есть разные функции. Переменные. К примеру, есть Close и есть Open. Меня интересует сейчас Open. Чтобы при нажатии на эту кнопку открывать. А когда вы хотите закрыть при нажатии на какую-нибудь кнопку, то вы используете Close. Ну, в данном случае у нас этой логики нет. Она нам сейчас не нужна. Вот и все. Теперь мы запускаем. И у нас будет драйвер меню. Так, давайте посмотрим. Все, запускается приложение. Готово, запустилось. Открываем. Все, видите? Я забыл расположить Header в центре. Но, как я уже вам сказал, вы можете здесь создавать разметку любую, как вы делаете с Jetpack Compose любой экран. Поэтому здесь то же самое. Так, давайте это поправим. Еще выберем фон, чтобы было видно, где у нас есть разделение между Header и Body. Для этого просто-напросто здесь указываем Horizontal Alignment. Это у нас будет Alignment Center Horizontally, запятая. И Vertical Arrangement. Это у нас будет Arrangement Center. Все. Теперь у нас будет текст по центру. Дальше что у нас еще можно будет сделать? Фон. Давайте выберем еще фон. Это у нас выбирается в Column в основном контейнере, в Modifier. Значит, после того, как мы выбрали высоту, пишем точка. И у нас будет здесь Background. В этот раз давайте я выберу Green, к примеру, чтобы вы понимали, что это не то же самое приложение, которое я вам показал в начале, а это то, что мы сейчас создали. Все. Значит, будет Background Green. Значит, тогда текст, который мы показываем в Header, пусть будет белого цвета, чтобы было лучше видно. Color. Это у нас будет White. Все. Видите, легко и просто настраиваем внешний вид нашего выдвижного меню. Так, все запустилось. Выдвигаем. Все, видите, теперь у меня цвет зеленый. Здесь написано Header. И вот на меню. Конечно, при нажатии ничего не происходит, потому что я не добавил слушатель нажатий. Если мы добавим слушатель нажатий, в нашем Driver Body у нас есть текст, и на каждый текст у нас идет Padding. И после мы еще можем добавить, к примеру, Clickable. Либо до. Можно добавить Clickable. Clickable. А еще нужно сделать... Так, давайте точку поставим. Еще нужно сделать, чтобы у нас наш текст был во всю ширину. Поэтому выбираем Fill Max Width. Все. После Clickable и после Padding. Ну, там уже можете сами настроить, как вам больше нравится. Главное понимать, чтобы у нас все это работало. Нам нужно Clickable. Все. Все, видите, я нажимаю на элемент. В чем разница будет, если вы Clickable, например, после используете, либо, к примеру, Fill Max Width после Padding используете. Сейчас увидите, я вам покажу. Все, видите. Можем нажимать на элемент из меню. Если бы я сделал наоборот, но я думаю, вы это уже знаете. То есть я бы сначала поставил Padding, а после уже Fill Max Width. То вы сейчас увидите, что будет в результате. Так, запускаем. Открываем наше меню. Видите? Полоска тоньше. То есть сначала добавился Padding, после мы выбрали, чтобы у нас был наш элемент во всю ширину, и только после Clickable добавили. Это значит, что Clickable добавился не на весь элемент, а после Padding. Все. Поэтому он маленький. Если мы делаем, как я сделал в самый первый раз. Вот так. То есть мы сначала указываем, что наш элемент, текст, рисуется во всю ширину. После указываем, что в эту всю ширину у нас будет Clickable, и только после добавляем Padding. Тогда следующий элемент, который рисуется, уже рисуется после Padding. А если мы делаем наоборот, как вы уже поняли, тогда Clickable добавляется не на весь элемент, а на ту ширину, которая занимает после Padding. Вернее, на ту ширину и высоту. Так, все. Запускаем еще раз. И, в принципе, все. На этом урок у нас подошел к концу. Так, открываем. Все, видите? Должно быть, в принципе, вот так. Ну и после уже делаем нашу логику, что мы хотим делать с этим меню. На этом у меня все. Я надеюсь, что вам урок понравился. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Если хотите поддержать канал, то все возможные способы найдете в описании к этому видео. Также на моей веб-странице есть кнопка для доната, если хотите задонатить. Также на моей веб-странице найдете код к этому уроку. Ссылка тоже находится в описании к этому видео. А я с вами прощаюсь до следующего урока. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok